И всем привет дорогие подписчики, с вами снова я, Равик, и да, в данном видосе будет куча новой информации о The Origin Mission, но перед началом видоса хотел бы тебя попросить подписаться на канал, ведь именно ваши лайки и подписки дают мне мотивацию снимать новый контент, 17% меня всего лишь смотрят с подпиской, а 80% без, и это очень неприятная такая цифра, исправьте пожалуйста. When I come around, got the whole thing wabbing, wap-wap-wabbing, wap-wap-wabbing, when I come around, got the whole thing wabbing, wap-wap-wabbing, when I come around, got the whole thing wabbing, wap-wap-wabbing, хочу тебе напомнить, что у меня есть свой дисквард сервер, на который ты можешь перейти по ссылке в описании, ведь именно там собирается настоящая Томера. Пока я сидел дома и наблюдал свою плохую аналитику в творческой студии на ютуб на видосиках, я подумывал, что бы заснять для вас такого интересного, но ничего мне не пришло в голову, как опять же заснять для вас новости по The Origin Mission, но и да, реально их набралось ни много ни мало, так хорошее количество, и есть реально топовая и годная информация, которую в этом видосе я вам дам. Если ты еще не подписался на канал, пожалуйста, подпишись. Помните, в прошлом видосе мы разбирали смерть киберспорта, кстати, если ты не смотрел этот видос, перейди и посмотри, но как разбирали смерть киберспорта? Я говорил про то, что автонаводка очень сильно будет мешать киберспорту, либо же будут проводиться турниры реально с автонаводкой, либо же будут выключать автонаводку. Ну и конечно же, не обошлось без срача в комментариях, реально, люди поделились на два типа. Первый тип, который утверждал, что киберспорт реально будет и автонаводку будут отключать, и второй тип людей, которые говорили о том, что киберспорт умрет с этой автонаводкой. И на данный момент есть официальный ответ от разработчика, ну как от разработчика, от Минта. Есть официальный ответ от Минта насчет киберспорта. Один из участников официального дискорд сервера задал вопрос Минту насчет киберспорта. Будет ли киберспорт в игре с автонаводкой, то есть останется ли автонаводкой, или же ее уберут? И на этот вопрос Минт ответил. Все для принятия решения насчет киберспорта разработчики увидят в новом бета-тесте, из отзывов бета-тестеров и оценок бета-тестеров. Пока я вам не могу дать точный ответ, да или нет, извините. Отсюда же выходят две самые очевидные вещи. Первое, то, что бета-тест будет. И второе, то, что киберспорт начнет развиваться после релиза игры. Ну, я ничего нового, наверное, не сказал. Но, может, кому-то полезно было об этом узнать. На днях я задал Минту такой вопрос. Будет ли торговая площадка в The Origin Mission? На что он мне отвечает как-то странно. Я не могу тебе ответить на этот вопрос, имея терпение. То есть, наберись немного терпения. Вот так он мне ответил. И я не знаю, как на это отреагировать. Положительно или отрицательно. Ведь он не сказал то, что будет. Либо он делал намек на то, что его не будет. Либо он сделал намек на то, что торговая площадка будет. В любом случае, мы это увидим в новом бета-тесте. И опять же, затронем тему удаления игры. Игру никто не удалят. И люди, которые боятся того, что игру удалят. Нет, игру никто не тронет и ее не удалят. Потому что там авторский контент. Нет ничего того, что взяли из CSGO. То есть, модельки, карты, ну, как максимум заблокируют именно за схожесть с CSGO. Вот. И все, больше не за что блокировать игру. Ведь там реально все авторское. Карты, скины, оружие. Все авторское. И к тому же, игра к нам не вернется такой, какой она была в первом бета-тесте. Она реально будет измененной, как нам уже сказали разработчики. Ну и на вопрос по поводу внутриигровой валюты. Или же оплата будет произведиться деньгами? Он мне ответил то же самое. То есть, я не могу тебе ответить на этот вопрос, наберись терпения. Ну и отсюда тоже можем сделать выводы, что скорее всего, нам придется оплачивать за скины реальными деньгами. Но это не точно. Огромное спасибо, что досмотрел до этого момента. Поставь лайк и подпишись на канал. Видимо, ваши лайки и подписки дают мне мотивацию снимать новый контент. Огромное спасибо, что поддерживаете меня и проявляете ту огромную активность под теми видосиками. Мне очень приятно, серьезно. Ну и еще раз напоминаю о том, что у меня есть свой дискорд-сервер по ссылке в описании. Переходи и общайся. С вами был я, Равик. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok